Я познакомилась с Валей Карнавал по всем модным канонам. Для меня это колоссальная поддержка и мотивация. Я начала петь ее песни. Кто такая Валя Карнавал, думаю, все уже знают, но не удивлюсь, если кто-то о ней даже не слышал. Я познакомилась с Валей Карнавал, когда смотрела музыкалити с Ларисой Долиной. И пусть я люблю ее всей душой и выросла на ее песнях, в той ситуации я была на стороне этой молодой девочки. Кто не знает, Валя популярный тиктокер, которая начала петь. И ее песни также приглянулись ее слушателям. Долина же пыталась объяснить, что певец это все-таки профессия и ей нужно обучаться. Тут я тоже согласна, но кто говорил, что Валя себя таковой считает? Она просто поет. Просто поет не чужие, а свои песни. Но вот она в тиктоке стала популярной из-за милых кривляний и танцев. Так получается, Мигелю и Дружинину тоже нужно ополчиться против этой девочки. Вообщем, во всей этой ситуации Долина выглядела очень некрасиво, потому что Валя не только поет свои песни, но она на них еще зарабатывает. И на сегодняшний момент она гораздо популярнее Ларисы Долиной. Когда ты выходишь на сцену, ты же выходишь на сцену, вообще не волнуешься. Артист, который не волнуется перед выходом на сцену, это не артист. А это у нас что? Зависть. После музыкалити о Вале начали говорить даже такие, как я. И вторую волну популярности, мне кажется, дали отношения с Егором Кридом. Тут я не говорю о том, что Крид реально в прямом смысле слова ей как-то помогал, в плане там где-то пиарил, там куда-то продвигал. Нет, но после этих отношений о Вале узнали даже те, кто не смотрел музыкалити и кто не сидит в тиктоке. Все, я надеюсь, что справилась со своей миссией рассказать, кто такая Валя. Всем привет, с вами Юля, я дизайнер бренда Julia F. И это мое очередное видео о популярных личностях и их стиль в одежде. В этом видео мы с вами изучим инстаграм Вали Карнавал и попробуем понять, какой стиль ей больше всего импонирует. А вы не забудьте подписаться на мой канал и поставить лайк этому видео. Для вас это ничего не стоит, а для меня это колоссальная поддержка и мотивация. Валя яркий пример поколения Z. Это первое поколение, которое не помнит времен без интернета. Для них использование технологий – их реальность. Поколение Z является мощной силой в моде и тенденцией, которую оно задает, перенимают взрослые потребители. Иными словами, то, что дети считают модным, не остается в границах субкультур, а влияют на моду в глобальном смысле. Итак, заходим в ее инстаграм. И первое, что хочется сказать, это первый, наверное, инстаграм популярной личности, который я смотрю, который приятно смотреть. Отличный визуал, негромосткая раскладка. И явно видно, что все выполнено по всем модным канонам данной сети. Безусловно, на странице очень много фотографий из проектов, фотосессий, клипов. Но нам нужно все-таки найти фотографии из ее реальной жизни. И так как в инстаграм, в принципе, у нее мало фотографий, я изучила ее тикток и поискала фото на пинтерест. Ну и так как Валя у нас тиктокер, то было достаточно сложно порой понять, это фото из реальной жизни или все-таки оно является каким-то бэкстейджем. Гуляя по своему городу, я часто вижу подростков с очень ярким макияжем. Кто-то рисует себе паутинку на щеке, кто-то месяц на лбу, кто-то наносит тени не на веки, а под глаза, точно так же четко прорисовывая или растушевывая. К такому, простите, я еще не привыкла. Но единственное, что я поняла, это отсутствие каких-либо границ в повседневном макияже у поколения Z, особенно у тиктокеров. У Вали все гораздо спокойнее по сравнению с этими девочками. Но посмотрите сами, порой макияж очень яркий и всегда подходящий ее образу со вкусом. Чтобы подчеркнуть особенности лица, но при этом не перегрузить образ, она подводит глаза черным карандашом, добавляя к коже сияние и выделяет губы нюдовой помадой. Для более выходных образов красится ярко, не боясь экспериментировать с цветом. Тени в тоннаряда, графичные стрелки, кристаллы и блестки. Девушке легко даются даже самые сложные мейкапы. Природа наградила Валю отличной фигурой, и она очень умело ее подчеркивает. Сама или нет, главный результат. Валя часто позирует в майках и кроп-топах с глубоким декольте. Такие соблазнительные наряды уже успели стать визитной карточкой стиля карнавал, несмотря на ее юный возраст. Образы Вали трудно назвать серьезными. Она любит мини-юбки, кукольное платье, фотографируется с плюшевыми мишками и делает милые хвостики. В тикток блогер часто появляется в вещах с яркими принтами, различные рисунки, клетка, тай-дай, актуальные цветочные узоры. В повседневной жизни Валя предпочитает расслабленные наряды, и в них тоже прослеживаются современные тренды. Рубашки, толстовки, оверсайз-футболки, велосипедки, широкие джинсы, брюки, кеды, кроссовки. Все это можно увидеть в ее образах. В 2020 году Валя активно начинает вести инстаграм и делать свои первые эксперименты в образах для фотосессий. Винил, бархат, перья, розовый цвет – любимые детали ее нарядов. В повседневной жизни Валя одевается более просто и удобно, но суть остается той же. Ей нравится подчеркивать достоинства своей фигуры и выбирать вещи, демонстрирующие ее ноги, живот или зону декольте. Розовый цвет тоже остается в фаворитах. В тикток дерзкая Валя называет своих подписчиков бандитами, и поэтому ее поклонникам иногда непривычно видеть ее в нарядах, противоположных спортивным хулиганским. Вале нравится образ роковой красотки. Сочетание черного и красного, корсет, шнуровка на декольте, чокер с цепями, яркий макияж. И даже если она выбирает спортивную одежду, ее образы гораздо более откровенные и провокационные. Теперь я должна вынести вердикт. Какой же стиль в одежде присущ Вале карнавал? Прикол в том, что стиль у нее конкретный есть, но я не могу назвать его как-то конкретно, типа спортивный или гламурный. Валя всегда выглядит очень ярко и необычно, интересно. И не важно в чем она, в платье на сцене или в спортивном во дворе. Даже самые простые на слух вещи, джинсы, например, у нее подобраны с какой-то изюминкой. Даже в самом классическом образе она использует трендовый аксессуар и резко становится модницей. Валя следит за трендами и оперативно внедряет их в свой гардероб. Батфорты, пиджак с имитацией кожи крокодила, модные кроссовки со стразами. Валя прошла длинный путь в поисках своего уникального стиля и сейчас выглядит безупречно. Я не могу назвать ее стиль стилем джинсеров, потому что, к сожалению, не каждому дан вкус и чувство миры. Но именно за джинсерами, стильными джинсерами будущие моды, именно они законодатели новых трендов. Если раньше блогеры пытались стать амбассадорами каких-то люксовых брендов, то сейчас, на сегодняшний день, блогеры поколения Z сами задают тренды, которые приходится учитывать модным домам. Хотя бы посмотрите мое видео про тренды весна-лето, где я в первых минутах видео как раз об этом рассказываю. Валя растет, ее одежда будет меняться еще множество раз. Мне будет безумно интересно за ней наблюдать, поэтому я прямо сейчас на нее подпишусь и напишу ей, что она классно выглядит. Стиль Вали Карнавал. Модная представительница поколения Z. Я уверена, что за такими вот ребятами модное будущее. Мне интересно, как мы будем говорить о моде в конце этого 2023 года. На этом у меня все. Надеюсь, вам понравилось это видео и подобный формат. Подписывайтесь на канал. Буду стараться чаще обозревать популярных людей. И буду благодарна вам за помощь. Пишите в комментариях, о ком следующем снять подобный ролик. Всем хорошего настроения и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok